Аплодисменты 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 Так, я знаю. Записала, да? Записала, записала. Значит так, обязательно два яйца, один банан. Ну, это я знаю. В смысле, ты в курсе пропорционального соотношения, да? Нет, блин, не в курсе. Ну ладно, чё ж. Всякого добра повидал. Значит так, я тебя должна предупредить. Яйца и бананы выбирай старательно. Это каким же извиняюсь образом? Яйца надо трести и слушать, чтобы не колыхались внутри. А бананы с щупой обязательно. Главное, чтобы зрелые были. Записала? Записала, Клавк. Погоди, только я... Сам процесс показа себе слабо представляет, как я их выбирать-то буду. Как, как? В языке, что ли, нет? В смысле? В обыкновенном подходишь, просишь показать. И что, я вот так подойду и спрошу, позвольте яйца потрясти и бананы. Надо пощупать. Не, а чё такого-то? Я всегда так делаю. Кричу, ни разу не посылали. Пусть попробуют. Имею право, как потребитель. Будешь стесняться, обязательно тебе что-нибудь просроченное впихнуть. Переходим непосредственно в процесс. Тут каждая женщина сама себе хозяйка. Лично я так делаю, записывай. Самое главное, чтобы это... Тесто поднялось. Погоди, не торопись, я не успеваю. Место поднялось. Ну и как его поднимать? Размять надо как следует. Как размять? Ну я по старинке делаю вручную. Через кончики пальцев, значит, энергетика положительной стремится. Вся женская ласка туда переходит. Энергетика, говоришь? Ну да. Ну хорошо, допустим, размяли. Дальше что? Полотенцем накрыло и жди, когда поднимется. Пеши, пеши, что-то. Само по себе, что ли, должно подняться? Ну да. Во-первых, мы же руки приложили. А во-вторых, там яйца. Ну, до секрета. Но процесс лучше контролировать. Мало ли что, раньше времени попрет, руками не удержишь. Контролировать как? Почаще под полотенце заглядывай. Как подниматься на счет, сразу увидишь. Так, я тебя и не заглядываю, и увидишь. Вспомневаюсь. Нужный момент можно не заметить. Ну не знай. Я в молодости через одеяло всегда нужный момент замечал, да? Одеялом вообще не рекомендуется укрывать. Супреет все, ё-моё. Кислить будет. Кислить. Вот ведь живи, век учись, да, класс? Ну хорошо, допустим, поднялось. Дальше что? Вот тут, Матрин, не зевайся. Запекай сразу. Сунула поглубь, жизненная поддавай жару. Ну, процесс контролирует. Вынимай, да поглядывай. Как зарумянится все, сбавляй обороты-то. Клава, это, я так поняла, самое главное эту жару, что ли, поддать? А, вот она, главная ошибка, Матрин. Записывай. Самое главное вовремя вытащить. Вытащить забыла, все, опиши, пропала. Чуть замешкалась, все, гарью пахнет. Ты чего-то? Разыграешь, да? Чего? Разыграешь, Клав, разыграешь. Чего ты что? Ты мне скажи, соседу вот это все понравилось, нет? Очень хвалил. Давно, говорит, не испытывал подобного наслаждения. Стоп, Клавка, вот это в момент поподробнее. Я хочу знать. Давай, давай, подробности хочу. Расскажи, говорю, еще, мне интересно. Собралась, подкрасилась маленько, да пошла. Не поняла, ты что, сама что-то туда ходила? Ну да. Я думал, к себе позовешь? Ну вот что, неудобно одинаковому мужчину домой-то приглашать, мало чего подумать. А когда ты сама оттуда и приперлась, он ничего такого не подумал, что ли? Так я по-быстрому хотела, туда-сюда. Думала, в коридоре дам и сразу домой. В коридоре? Ну да. Ну правильно, по-быстрому, одна нога здесь, другая там. Ну да. Так он говорит, нет, извините, Клава Дивановна, так просто вас не отпущу. Извольте, говорит, в комнату пройти. Ну прошла ты в комнату, дальше-то чего? Ну конечно, сначала с жадностью набросился. Так наяривал, так наяривал, аж за ушами трещало. У тебя, что ли? У него. Изголодался мужик. Ну конечно, с работы только. Ну, а кто о нем позаботится? Жены-то отродясь не было. А мужики-то, знаешь, холостяки, они все в сухомятку, да в сухомятку. Да, читай всю жизнь на самообслуживании. Ну да. Я так поняла, угодила, что ли, ты ему? Ну не буду хвастаться. Но через 10 минут уже стонал на диване. Извольте, говорит, дух переведу, Клава Дивановна, пойду на балкон покурю. Что, в чем был, в том и пошел, что ли? Ну да. Ну правда вернулся сразу. Говорит, накину кепочку нахрен, а то прохладно. Не знаю, как и благодарить вас, говорит Клава Дивановна, за такой сюрприз. Уж не откупорит ли нам бутылочку по такому случаю? Вот, вот, все у него одинаково, да? Чем бабы страшнее, тем больше пьют. Вот что ты говоришь? Чего? Виктор Николаевич, он не такой. Он из аптечки, рыжский бальзам, достал ты, в чай по пять капель плесну. Аба, ну и сосед у тебя, как с твоего анекдота слышишь. С какого анекдота? Ну я сейчас вот женщине до тебя рассказывал, да. У одной подруги-то муж командировка уехала, она любовнику звонит и говорит, говорит, приходи, говорит, на чай, будет кекс. Намекает ему, говорит, по дороге в аптеку заскочи, купи что-нибудь для кекса. Говорит, ну вуалировать. Все, домой пришла. Изображаю, ага. Изображаюсь, конечно. Домой пришла, ждет его. Ну что, звонок, он на дверь открывает, на пороге стоит любовник, а в руках у него гематоген, Клав. Гематоген, Клав. Гематоген для детства принес, да? Гематоген. Ой, не говори. Приторно же будет. Ты что, идиотка, что ли? Идиотка, идиотка. Клав, да ты пойми не собирался, она с ним чай-то пить. Почему? Муж умеет, в командировку уехал. Ну что, она не могла попить, что ли? Могла, но она любовника ждала. Ну с любовником бы попила. Ты что, раньше тупости родилась? Естественно. Я же на целый год старше тебя. Сразу. Клав, ты пойми, в аптеке к чаю ничего не продается. Сочи я была тогда в аптеку, что ты его отправила? В гастрону он надо было. Ты по-русски можешь сказать, что купить-то надо было? Это же анекдот, если я по-русски скажу, не смешно будет. А так смешно, что ли? Смотри, чего? Ты когда сюда пришла, все рассказывала мне, как всю ночь кексом занималась. Ты чего имела в виду? Здрасте, приехали, я кому полчаса рассказываю. Ты как тесто месила, как в духовке запекала, как готовый кекс с сяду отнесла. И все, что ли? Все. На, сбери свой рецепт. Почему? Не люблю я кексы, приторные они. Уж таки приторные, как гематоген из аптеки. Нравится мне, когда ты в юбке по краю сцены ходишь, В зал до экстаза доводишь. Нравится мне, когда ты глупо хохочешь, Хоть твои шутки не очень, но это нравится мне. Нравится мне с тобой в лацкарном вагоне, Билить дуем на гастроли, поступка лез по тепле. Нравится мне, что ты мое одеяло стянула, Меня в окошко продула, но мне плевать. А если я в заполе, Сама себе поставить банки сумею. И нам ничего, блин, не надо, Лишь только бы вы смеялись где-нибудь рядом. Вам никогда не будет скучно со мною, Мы в Юрмале планету смеха откроем. Пусть она будет ночью вам снится, Летим туда, будем все веселиться. Матрёнь, гематоген хочешь? Ну ты тоже, ладно. Да-на-на. Давай. Иди сюда, да-да. Идем, едем. О, ты что? Ты что? Ты идешь? Вот ты взрослый, 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 взрослый. Он богатый.